Она стала, находясь где бы то ни было в мире или гуляя по каким-либо музейным или не только музейным пространцам, невольно искать собаку как образ в картине или в каком-то другом объекте искусства. В этой серии уже вышло несколько книг, по-моему, почти обо всех я рассказывал в нашей закладке, просто потому что меня эта тема искренне интересует и то, как они издают эти книжки, мне чрезвычайно нравится. В каком-то смысле эта книжка появилась на свет, вы знаете, как то, что называется в Америке «Гараж Сейн». «Гараж Сейн» С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать и презирая лень и негу кричим «Пошел!» 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 У него есть те произведения, которые мы никогда бы не увидели. Он извлекает их из небытия, и благодаря прекрасному изданию, вот этому томику слова, мы можем соприкосноваться. Это кажется чрезвычайно важным достижением. Этот аллог, он превыше этой коллекции. Следующие свои книги, вот там просто экспериментально, научно доказано, в моей же книге, экспериментально, поскольку я в Гарварде стажировалась и занималась этими экспериментами, что выдающиеся музыкальные способности есть у любителей музыки. В издательстве «Слово» вышла 16-тонная «Большая история искусств». Сейчас со дня на день я жду макет четвертого тома, соответственно, весной мы сможем его уже презентовать. В конце года мы презентуем пятый том. Еще в 19-м году в «Искусстве коммуны» была такая статья, призывая, вот это одна из первых статей, которая призывала вот той продажи, которая начнется до конца 20-х, где автор писал, что ну продадим мы 20 рембрандтов там из наших 50, а потом будет мировая революция, и все к нам вернется. Но на самом деле ничего к нам не вернулось, а вернулось только вот в этой прекрасной книжке. У нас вышла новая книга, которую я очень долго ждала. Это был проект, который я курировала, и мы с коллегами долго собирали изображения у всех наследников, художников, неофициальных художников Ленинграда. И вот она вышла, неофициальное искусство Ленинграда, «Круг свободы», автор замечательный Георгий Соколов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!